Это видео для тех девушек, которые задаются вопросом, как привлекать успешных мужчин, достигаторов, амбициозных, которые умеют зарабатывать деньги, которых не нужно мотивировать, которые знают, чего они хотят. Как их привлекать, что им нужно, как с ними строить отношения и как сделать так, чтобы эти мужчины не потеряли интерес к вам, как к женщине, если вы этого опасаетесь. Первое качество – это умение быть довольной, умение быть удовлетворенной. Так как сильные самодостаточные мужчины этого не умеют, именно поэтому они вечные достигаторы, постоянно бегут за какой-то новой планкой, за какой-то новой отметкой. Соответственно, в женщине им хотелось бы видеть то, чего в них нет, то, чего они не умеют. Это навык, да, это навык, это не что-то, это не талант, это навык. И, соответственно, если говорить с точки зрения психологии, это связано со взаимоотношениями с матерью. То есть, если мать девушки была довольной, умела быть довольной, удовлетворенной, она это передала своей дочке. Напрямую это связано со взаимоотношениями с матерью. Если мать девочки умела быть довольной, соответственно, она это передала своей дочке по наследству. Это не мешает вам тренировать в себе довольность, тренировать в себе довольность по отношению к мужчине, по отношению к его действиям, по отношению к его поступкам. Но вам ничего не мешает, чтобы учиться понемножку создавать, тренировать в себе эту довольность и удовлетворенность. Второй пункт – это умение ценить и подтверждать то, что в себе ценит сам мужчина. И когда этот мужчина видит, что это нравится его женщине в нем, это создает очень теплое такое, теплое чувство по отношению к женщине. И ему наоборот, кажется, вот если женщина это ценит, тогда он еще больше будет пропадать на работе. Нет, на самом деле от этого он наоборот будет больше тянуться к девушке. Следующий пункт. Это самодостаточность. Что это такое? Это когда я сам по себе достаточен. Что такое несамодостаточность? Это когда мне необходим кто-то другой, чтобы чувствовать себя более-менее нормально. Так называемый костыль. Убираем костыль, падаем. Это несамодостаточность. Кто такой мужчина-достигатор? Это тот, кто увлечен своим делом. Это тот, кто горит своим делом и своей жизни не представляет без этого. Без этого он не он. И представьте, вот он проводит много времени на работе, в делах. И девушка, которая несамодостаточна, она будет к этому ревновать. Тотальное ощущение, что я ему не важна. Ему важнее работа. Но это неправда. Поэтому, если вы хотите выжить, так сказать, и прожить хорошую жизнь с мужчиной-достигатором, вам точно нужно понять, что это не его задача делать вас самодостаточной. Это ваша собственная задача. Это не повод говорить, что мужчина должен вас кружить, потому что вам там плохо без его внимания. Это повод поставить свою задачу. Как сделать так, чтобы мне было окей, даже самой по себе. Даже если на время убрать мужчину из моей жизни. И когда мужчина пришел выжатый с работы домой, вы не с претензией к нему, что ты уставший и не развлекаешь меня. А с вниманием, да, что я могу дать как женщина, когда мужчина уставший. Что ему такого дать, чтобы с удовольствием он отдохнул возле меня и подарочек подарил. Или в пример приводил друзьям, какая классная жена. Вообще, я могу об этом бесконечно рассказывать и дискутировать. Подробнее об этом я рассказываю на бесплатном онлайн-курсе. Как стать психологом с нуля для себя или как освоение новой профессии и зарабатывать достойные деньги. Пожалуйста, прямо сейчас под этим видео ссылка, записывайтесь, вам очень будет полезно. Следующий пункт звучит просто. Как избавить человека от лишнего, чтобы он максимально делал то, что он должен делать. Вот, например, если я хочу от женщины, чтобы она была довольна, красива, в хорошем настроении. Соответственно, мне нужно избавить, например, от стресса, от тревожности, от каких-то тягостей и так далее, которые в отношениях или в жизни образовались. Вот то же самое по отношению к мужчине. Если вы хотите, чтобы он зарабатывал деньги, ну, наверное, его нужно избавить от многих моментов, которые его от этого могут отвлекать. Не-не, давай по очереди мыть посуду, давай ты сиди с ребенком, давай ты делай то-то-то, а потом еще притягивайся, а что ты не зарабатываешь деньги? А он не понимает, а мне что нужно делать? Мне деньги зарабатывать нужно или мыть посуду? И поэтому вам нужно, как женщине, тоже сформулировать, в первую очередь, для себя, чего я хочу от мужчины. И я считаю, что если вы хотите мужчину, который зарабатывает больше, 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 избавьте его от лишнего, который может этому препятствовать. Согласны ли вы со мной? Будет интересно выслушать ваше мнение, почитать ваши комментарии под этим видео. Зачем знать качество мужчины, которого вы хотите притянуть? Ну, это как, а как мы можем достичь цель, если мы не понимаем, что это такое? Что такое нормальные отношения? Это когда мужчина и женщина живут вместе. Когда они живут не в женской квартире. Когда мужчина полностью обеспечивает отношения. Когда мужские деньги это общие, а женские это женские. Это, правда, понятней тогда становится, что делать. И часто я вижу, когда девушки говорят, вот у нас отношения. Я начинаю выяснять, выясняется, что они просто встречаются. Но она это называет отношениями. И она определяет претензии, говорит, а что мужчина какой-то несерьезный? Говорю, так, подожди, так, может быть, вы просто встречаетесь? А ты от него требуешь, как от мужчины, который находится с тобой в отношениях? Может быть, вопрос терминов. Поэтому это очень важный пункт осознанного человека, который имеет критерии. Вот я хочу больше денег. Ну сколько больше? Ну тысячу, тысячу один на две копейки больше, это тоже больше. Поэтому взрослый человек это тот, кто может говорить языком фактов, конкретики, логики. Ребенок или инфантильный, у него все абстрактно. Ну я почувствую, ну как-то вот больше, ну как-то счастливее, ну как-то вот, знаете, очень обтекаемо. И мужчина, хороший мужчина, тот, кто говорит конкретику. Мужчина, который вам отвечает обтекаемо, все обо всем, вот это бла-бла-бла-бла, это скорее всего врунишка. Ну и да, в отдельном видео про врунов мы тоже это будем разбирать.